Я сходила на выставку охотничьих собак. До выставки мы не дошли. Решили поинтересоваться, сколько стоит лисенок, потому что было понятно, что продавали их не просто так, потому что охотничьи собаки и животные на притравку. Было ясно, что их судьба не сильно радужна. Сначала спрятались, у нас просто еще живет кот, поэтому где-то до вечера они не появлялись. В 11 часов уже начали исследовать комнату, залазить, нюхать вещи, рыть норы. Это не домашние животные, тем более мы живем в общежитии, когда там кот и еще двое лисят, которые дикие, практически не идут на контакт с человеком. Это очень сложно. Но это плохо и для нас, и для них, конечно. На следующий день, да, мы в Дергачевскую районную ветлечебницу повезли, нас там приняли, сделали прививку от бешенства. Потом уже встал вопрос о том, что с ними делать, потому что животное все-таки дикое, оно не домашнее, содержать его сложно. И мы решили, что им будет лучше, если именно займутся профессионал. Мы решили обратиться в Добрый дом. И вообще, очень здорово, что есть такое место. Я вообще, я лично в такую ситуацию, вот по спасению животных попадаю в первый раз. Я понимаю, что им плохо, я понимаю, что нам плохо, надо что-то делать, надо куда-то их обязательно в хорошее место перестроить. Я знаю прекрасно, что есть в Фарькове Фельдман Экопарк. Соответственно, у них должна быть какая-то должна структура, которая занимается спасением, волонтерской деятельностью. Я захожу на сайт, нахожу Добрый дом. Звоню на горячую линию, мне дают номер Ирины, и она соглашается нам помогать. И я сейчас себя так чувствую, какая-то эйфория. Я понимаю, что я не смогу остановиться, и мне хочется еще помогать. На самом деле, я не знаю, как объяснить, какое-то чувство, что ты все сделал правильно.